В японском городе Кавасаки, недалеко от Токио, вооружённый двумя ножами мужчина, напал на группу детей на автобусной остановке. Сообщается о двоих погибших. Это маленькая школьница, а также мужчина возрастом около 30 лет, который, как предполагается, был отцом одного из детей. Ещё по меньшей мере 16 человек получили ранения. Большинство из них – шести-семилетние девочки. Три из них, а также женщина 40 лет, находятся в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в восьмом часу утра по местному времени. Люди ждали автобуса в одну из местных частных школ. «Я видела детей. Они кричали и плакали. Другие люди на месте были слишком шокированы, чтобы что-то предпринимать. Я не знала, чем им помочь. Они истекали кровью. Я не знаю, куда направился нападавший. Думаю, его уже поймали». Как сообщают японские СМИ, нападавший 57-летний мужчина. Его задержали недалеко от места преступления. Он ранил себя ножом в шею и позже скончался в больнице. Мотивы его действия, а также имя полиция пока не разглашает. Подобные инциденты с применением насилия происходят в Японии крайне редко. Президент США Дональд Трамп, который на момент нападения находился в Японии с официальным визитом, принёс свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Сотни телефонных звонков от очевидцев и много часов видео с камер наблюдения помогли полиции Леона задержать подозреваемых в организации недавнего взрыва. Он произошёл в прошлую пятницу. Пострадало 13 человек. Как сообщил министр внутренних дел Франции, задержан предполагаемый исполнитель взрыва – 24-летний алжирец, студент факультета информатики. Также задержали его родителей и 17-летнего родственника. Полиция классифицировала нападение как теракт. «Последние 72 часа полиция направляла все свои силы на расследование этого дела. Вначале было мало зацепок. Полицейские получили 300 свидетельств по телефону. Также они просмотрели огромный объём видео с камер в городах вокруг Леона». На видеокамер наблюдения можно заметить подозреваемого на велосипеде. Он оставил взрывное устройство у булочной, популярной французской сети. Полиция говорит, что подозреваемый был уверен, что его не поймают, поэтому без опасений продолжал ездить по городу на своём велосипеде. «Его снова увидели в воскресенье. Он ехал по другой дороге и, похоже, чувствовал себя довольно уверенно. В воскресенье на улицах было мало людей. Он был на том же электрическом велосипеде». В квартире подозреваемого провели обыск. Соседи говорят, что шокированы подобным соседством. «Един из подозреваемых в организации пятничного взрыва живёт недалеко от нас. Это хорошая семья, она нам нравилась. Мы тут живём недолго, поэтому в полном замешательстве. Это страшно, очень страшно. Люди, которые такое совершают, – это люди, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Такое может произойти с кем угодно». Полиция отмечает, что взрывное устройство было маломощным. Однако оно было сделано качественно и напоминает бомбы, которые использовали во время терактов в Париже и Брюсселе. Тысячи протестующих прошли маршем по центру Гонконга к представительству властей Китая. Они потребовали, чтобы Пекин взял на себя полную ответственность за подавление студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь 30 лет назад. 4 июня 1989 года солдаты Народно-освободительной армии Китая и танки открыли огонь по молодым демонстрантам, которые требовали демократических преобразований и прав человека. Свидетели утверждают, что тогда на центральной площади Пекина погибли тысячи человек. Однако власти Китая до сих пор скрывают реальные цифры. Подавление протестов – это тема, которая в Китае и сегодня подвергается жёсткой цензуре. Кроме того, Компартия отказывается взять на себя ответственность за гибель людей. «Что касается ответственности за инцидент 4 июня, реальная ответственность лежит на политической силе в Пекине. Вот почему мы пришли к её представителям в Гонконге». Гонконг и Макао – это единственные территории КНР, где каждый год это событие вспоминают масштабными протестами. Тайвань, который провозгласил себя отдельным от КНР государством, также проводит памятные церемонии с публичными выступлениями людей, переживших ту бойню. В ходе этого протеста люди также призывают администрацию Гонконга отказаться от планируемого закона об экстрадиции. Согласно нему, людей, в отношении которых ведётся следствие, могут высылать из автономного региона в материковый Китай. «В сегодняшнем марше мы призываем больше людей выходить на поминальные церемонии 4 июня. Недавно предложили принять новый закон об экстрадиции в материковый Китай. Сегодня весь Гонконг обеспокоен этим. Помимо поминовения 4 июня, мы также выступили против этого злобного закона». Организаторы говорят, что в марше приняло участие около 2200 человек. Как ожидается, к поминальным мероприятиям 4 июня в парке «Виктория» присоединятся десятки тысяч гонконгцев. Этот небольшой видеоролик перевернул жизнь школьника из перуанского города Трухилья. На видео мальчик делает уроки при свете уличного фонаря, поскольку в его доме нет электричества. Ролик, загруженный в социальные сети, привлёк внимание бизнесмена и филантропа из Бахрейна Якуба Юсуфа Мубарака. Он приехал в Перу, встретился с 12-летним школьником и оказал материальную помощь не только ему, но и всей округе. Предприниматель решил построить для семьи Виктора Мартина Ангула новый двухэтажный дом. Он также планирует полностью реконструировать местную школу. «Во-первых, я хочу разделить классы, отделить начальную школу от средней. Во-вторых, я хочу сделать новый современный класс с компьютерами. Он будет называться Виктор. В-третьих, я заменю вот это и сделаю ещё много, чтобы школа стала идеальной, чтобы защитить всех детей». Бизнесмен также подарил семье мальчика 2000 долларов наличными. «Я счастлив, что они мне помогают расширить мой маленький дом. Также спасибо за помощь в реконструкции нашей школы». Позже Мубарак планирует вернуться в Трухилья, который находится в 500 километрах севернее столицы Лимы. Он посетит торжественную церемонию по случаю завершения строительства дома для Виктора и школы для всех детей. Портовые рабочие в суданской провинции Красное море присоединились к всеобщей двухдневной забастовке. Провести её призвало оппозиционное движение «Силы за свободу и перемены». Оно требует, чтобы переходный военный совет немедленно передал власть гражданскому правительству. Порт в городе Порт-Судан – единственные морские ворота страны. «Порт очень важен для множества сфер экономики. Вся продукция, поступающая в Судан и вывозимая из него, проходит через этот порт». Военный переворот в Судане произошёл 11 апреля. Армия отстранила от власти президента Амара Аль-Башира, правившего 30 лет. Антиправительственные протесты начались в декабре прошлого года. Они вспыхнули из-за высокой стоимости жизни, подорожания хлеба и других проблем. «Порт Судан одним из первых начал протестовать. Он играет важную роль наряду с такими городами, как Эд-Дамазин и Ньяла. Можно сказать, что протесты начались с окраины Судана, а затем охватили и центр. Сначала всё начиналось в центре, а потом распространилось на окраины Судана». 15 мая военные советы и оппозиция договорились сформировать исполнительную и законодательную ветви власти. На переходный период решили выделить три года. Это не устроило суданский народ, и протесты продолжились. Позже оппозиция заморозила переговоры. А напротив того, что военные хотят возглавить переходное правительство, а также занять большинство руководящих должностей. По мнению оппозиционных сил военные должны заниматься только вопросами армии и обороны. Между тем, представитель военного совета уже заявил, что гражданское правительство может быть сформировано в течение трёх месяцев. При этом он подчеркнул, что армия передаст власть только в безопасные руки. Индийские текстильные фабрики, похоже, получают прибыль от торгового конфликта между Китаем и США. Недавно Вашингтон ввёл новую серию 25-процентных пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Пекин принял ответные меры. После этого объём экспорта одежды из Индии в очередной раз вырос. Южно-индийский город Тирупур называют «текстильной долиной». Местные экспортеры говорят, что торговое противоречие предоставляет им возможность увеличить торговлю с обеими странами. «Теперь атмосфера в Тирупуре очень хорошая, поскольку администрация Трампа ввела много пошлин в отношении китайских товаров. США также не приветствуют китайский импорт. Это хороший шанс для Индии, особенно Тирупура, поскольку многие, кто покупал в Китае, теперь смотрят на Тирупур». Кроме того, правительство Индии ещё 7 марта объявило о схеме налоговых льгот. Она позволит экспортерам снизить цены. Между тем, сталилитейная промышленность Индии в апреле обратилась к правительству с просьбой защитить её от наплыва дешёвой продукции из Китая. Для этого она призвала ввести 25-процентные пошлины на импортную сталь из КНР. Эксперты говорят, что сталилитейный рынок Индии действительно находится в зоне риска. Однако решение по этому вопросу правительство пока не приняло. Этот прототип, похожий на летающую тарелку инопланетян, создали румынские инженеры. Называется он «всенаправленный летательный объект». Аппарат может взлетать и садиться вертикально, как дрон, а в воздухе ловко менять направление и даже летать вверх ногами. Автор идеи Йосиф Тапосу проводил аэродинамические исследования несколько десятилетий. В итоге он решил создать аппарат, который в профиль похож на плавник дельфина. Весь корпус играет роль крыла. «После того, как я разработал концепцию плавника дельфина, то написал ещё серию статей. Я увидел, что исследования продвигаются вперёд. Но мне очень хотелось подкрепить выводы экспериментами». Тапосу создал первый прототип 12 лет назад, и он был деревянным. В 2013-м из-за нехватки денег инженер решил отказаться от проекта и подарить модель музею. Однако другой румынский учёный заинтересовался разработкой и взялся помочь. «Он показал результаты исследований, рассказал всю историю. И тогда я понял, что проект основан на необычайной аэродинамической концепции, подкреплённой тремя десятилетиями исследований. Если такой аппарат заставит летать, то этот проект мог бы совершить переворот в авиации». Всенаправленный летательный объект оборудован четырьмя винтами и двумя реактивными двигателями. Он способен развивать сверхзвуковую скорость. Разработчики говорят, что такой аппарат может быть беспилотным и пилотируемым. Они хотят построить и протестировать полноразмерные прототипы. На Невском проспекте в Санкт-Петербурге звучит барабанная дробь. Ансамбли и отдельные музыканты со всей страны приехали сюда, чтобы сыграть крещендо. В итоге им удалось побить рекорд Гиннеса. Это зафиксировал представитель книги достижений. Согласно правилам, барабанщики вступали последовательно. Крещендо длилось более 11 минут. «Крещендо – это когда начинает один барабанщик, а потом один за другим вступают остальные, до тех пор, пока не сыграет последний. Им нужно использовать собственные барабаны. Со мной музыкант, который подтвердил, что это было крещендо. Их было 556. Прекрасно. Хорошая атмосфера». Мероприятие приурочили к 316-й годовщине основания города на Неве. В общей сложности в установлении рекорда приняло участие 80 коллективов из 40 городов России, Украины и Беларуси. «Очень здорово, действительно волнительно. Очень здорово быть частью чего-то международного и чего-то масштабного. Конечно, захватывает дух. И когда все закончили, прям мурашки по коже были». Предыдущий рекорд установили в бразильском Сан-Паулу в этого года. Однако там участие приняло всего 104 барабанщика.